Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф В этом более чем скромном офисе тренговали ни много ни мало золотыми слитками. Скромные женщины утверждают, у них это получается успешно. Ну вы лично, я понимаю, что вы же верите, что здесь все честно, поэтому это я верю. Но вы получили свои деньги? Я получила. С плюсом? То есть вы 25 вложили? И сколько получилось? 125 получили? 125. 25 вложила, 125 вложила. Через месяц? Или через сколько? Ну около месяца. Чужому успеху на мировом рынке золота можно было бы только порадоваться. Но вот только золото здесь в руках никто не держал. Об этом женщины признаются неохотно. Да и то только сотрудникам полиции. Это же не просто как. Это через интернет. А купон на золото, покажите, что это такое? Ну у меня нет, я еще не работаю. Здесь предлагают сыграть все в ту же игру под названием «Утром деньги, вечером в стулья». Вкладываешь 25 тысяч рублей, приводишь двоих, а через месяц организаторы обещали выдать 125 тысяч рублей. Пирамида, а все ее признаки налицо, работала здесь с ноября прошлого года. Время презентации непонятно. И также информация, когда, скорее всего, мы ее проверять будем, непонятно тоже. На входе у офиса практически разрисована пирамида, на которой и она по такому же принципу была построена, и восход. Эти люди объясняют по идее. Здесь даже вот цифры есть. 25 тысяч, один грамм золота – 125 тысяч. О каком-то банке речь идет, непонятно. О каких-то Дубаях там деньги. Если все это понятно. Пока заявлений от пострадавших нет. И деятельность на первый взгляд вроде как вполне законна. Но это только пока. Предприимчивыми дельцами сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями заинтересовались теперь вплотную. Но кажется, эпоха честного отъема денег у граждан в Нефтекамске не закончится никогда. Учиться на ошибках – это не для наших горожан. Ведь пострадавшими от деятельности кооператива «Восход» официально признаны больше 10 тысяч человек. Сумма нанесенного ущерба – порядка 150 миллионов рублей. Но для наших горожан это оказывается не предел. В Нефтекамске еще остались люди со свободными средствами, желающие вложить их в сомнительные предприятия. Редактор субтитров А.Семкин